Жители ЖК Радужный вышли на митинг. Люди просят установить светофор, ведь там на проспекте Небесной Сотни на одном и том же нерегулируемом пешеходном переходе покалечилось и погибло больше десятка людей. Все обращения местных жителей остаются без ответа, а тем временем Зебра на бывшем проспекте маршала Жукова продолжает пополнять коллекцию своих жертв. Проспект Небесной Сотни. Более привычное название для одесситов маршала Жукова. Остановка Продмак. Это выезд из микрорайона Радужный. На большую землю, противоположную сторону проспекта, отсюда всего одна дорога. И она очень опасная. Аварии здесь явление обычное. Чаще всего это наезды на пешеходов. Сама лично приходила с ребенком, уже на пол пешеходного перехода переходила. Машина передо мной, я просто еле успела назад отскочить. Дорожное покрытие на протяжении всего проспекта здесь в хорошем состоянии. И водители явно не соблюдают скоростной режим в черте города. А для почти 15 тысяч обитателей жилмассива каждый переход дороги превращается в русскую рулетку. Добежишь, не добежишь. У нас здесь ходит очень много деток и очень много школьников самостоятельно. Причем детки, которым 8-12 лет. Естественно, мы беспокоимся за их жизнь, за их безопасность. Скоро здесь сумасшедшие, не все водители останавливаются. Перехожу эту дорогу с двумя детками, либо с одним обратно, когда возвращаюсь в садик утром, или ежедневно от двух до четырех раз. И инциденты вижу каждый день. Решить проблему можно. Один светофор здесь работает лучше десятка дорожных знаков, ограничивающих скорость. Местные об этом кричат во весь голос. Но до нужных ушей глаз народа так и не доходит. Есть официальные обращения и не одно. Есть депутатские запросы, на которые нам просто отвечали и в устном, и в письменной форме, что если здесь будет находиться светофорный объект, то будет создаваться пробка общественного транспорта. У нас пробки по всему городу, но жизнь наших детей важнее, чем пробки. Для установки светофорного объекта должны быть весомые основания. Например, пропускная способность пешеходного перехода должна быть не меньше 150 человек в час. Эту зебру за контрольный период времени проходит около 300. Но заветного столба с мигающими лампочками, как вы видите, здесь нет до сих пор. За разгадкой секрета едем в КПСМЭП. Подразделения горсовета, отвечающие за светофорные объекты по городу. Директор в отпуске. Идем к заму. Сначала тут пытаются перевести стрелки. Первый вопрос должен быть к застройщикам, потому что огромнейший жилой мастив. Как можно построить такой жилой мастив, в котором нет проезда? Правда, потом выясняется, обращение жильцов сейчас на рассмотрении у профильного вице-мэра Шандрика. А в СМЭП готовы работать, лишь бы была команда сверху. Вопрос не закрыт, вопрос рассматривается в принципе еще. Мы техническая служба, мы готовы в любое время. Как выяснилось, просто поставить светофор на зебре не хотят. В планах сделать здесь перекресток, чтобы выезжающие из Радужного могли повернуть по проспекту налево в сторону города. Но подобный проект требует серьезного финансирования. И такие деньги из бюджета в конце финансового года вряд ли станут выделять. Так что в 2016 году появление светофора местным точно не грозит. Но люди отчаиваться не собираются. Если на нашу просьбу не откликнуться, будем, наверное, сами по 5 гривен собирать или что. Просто мы не можем понять, в чем причина отказа установки светофора. Мы вот этого просто не понимаем. Пытались разгадать секрет неукротимой зебры Сергей Бандур, Валентин Мирза, 7 канал.